Всем здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! На дворе начало июля. Я традиционно делаю обзор сада. Приглашаю вас вместе со мной прогуляться, посмотреть на растения, которые сейчас максимально декоративны. Перед вами сейчас в кадре лавочка. Как видите, выкрасила ее в белый цвет. Розы. Розы сейчас отдыхают. Набираются сил для августовского цветения. Но есть у меня в саду сорта, которые цветут непрерывно. Это сорт розы лавандер дрим и лавандер ковер. Лавандер дрим считается плетистой розой, но можно ее вести как маленький шраб. Все заключается в обрезке. А лавандер ковер – почвопокровная роза. Сейчас мы подойдем поближе. Я покажу вам, как она смотрится в паре с луком круглоголовым, который цветет как раз в июле. За счет того, что в этом году у нас очень жаркое было лето, был очень теплый май и июнь, растения сдвинули свое цветение. И те растения, которые цветут обычно в июле, начали свое цветение еще в июне. Итак, вот сейчас на первом плане это как раз есть роза. Лавандер ковер. И она цветет вместе с луком. Очень красивая пара. И сейчас как раз у нас идет в нашей онлайн-школе «Сад по-новому» у ландшафтного дизайнера Натальи Мехковой курс по созданию цветников, в котором я также принимаю участие. И здесь вот у меня в планах переделка большого цветника в парадной зоне. И одной из пар в этом цветнике хочу сделать как раз розу лавандер ковер и лук круглоголовый. Слегка переместилась. И предлагаю начать прогулку с входной зоны от калитки. Здесь совсем недавно мы с вами уже гуляли. Если какое-то растение вас заинтересует, пишите, задавайте вопросы. Я в комментариях отвечу. Цветет гортензия «Примбайт». Роза Жан-Кокто. Внизу аспирин. Ну а здесь красавица Анабель. Ну и по дорожке пройдем здесь вперед. Хочу показать вам свое новое приобретение. В прошлом видео я показывала вам клематис «Вильда Леон». И к нему в пару я приобрела вот такой шалфей. Сейчас покажу с другой стороны. Подсадила клематису шалфей. Вот что у меня получилось. очень похож цвет. И при этом разная форма соцветий. Смотрится очень красиво. И рядышком цветет нежная гейхера. Вот такие у нее ажурные соцветия, что тоже очень мило здесь смотрится. В кадр попадает Роза Личфилд Энджел. Вот такая она сейчас красоточка. Склонила свои головки. И мне это даже нравится. Ну а мы с вами двигаемся потихонечку дальше. Зона отдыха у нас, которая расположена в беседке. И еще хочу пройтись вместе с вами по одной узенькой дорожке. Мерцветников. Набирает силу пасконник. Начинают цвести лилейники. Здесь под ивы расположились вот такие маленькие хосты, которые тоже начинают цвести. Вот такой симпатичный лимонный цвет у лилейников. Флоксы уже начинают цвести. Вовсю уже цветут лилии. Если расположены на полном солнце, то цветут. А те, которые в полутени, только-только еще начинают распускаться. С правой стороны расположен у меня такой большой блок посадки из ирисов. Очень я полюбила ирисы. Поняла, что они хороши не только своим цветением, но и очень красивыми листьями. Вот такой блок шикарный. Ну и естественно, когда цветет, он тоже очень-очень хорош. А здесь я поближе подошла к розе лавандер дрим. Очень красивый цвет. Несмотря на то, что цветок, конечно, очень-очень простой. Но берет она не цветком, а вот таким, наоборот, очень ажурным соцветием своим и естественно цветом. Цветет роза Хайди Клум. А это я подошла, чтобы показать вам соцветия Букет Парфе. Вот сейчас началась такая прохладная погода и вот видите, цветочек стал розоветь. И начинают цвести хиноцеи. Двигаемся дальше. Еще одна гортензия, которая тоже начинает свое цветение. Это тоже ранний сорт. называется Wim Thread. Вообще очень интересно смотреть видео по прошествии лет. Тут вчера мы с Леной Дмитриевой вспоминали мое видео, которое я снимала два года назад. Самое первое. Оно есть на Ютубе, на моем канале, естественно. И я потом сама посмотрела и заметила, и заметила, как выросли растения, как подросли туи, как вообще, в принципе, изменился сад. Очень интересно. Всегда интересно сравнить, что было, как стало. вот здесь Анжела. Анжела, конечно же, цветет. Еще цветет роза парад. Вот такие шикарные побеги с бутонами у Heavenly Pink. От дождя опустил свои соцветия дельфиниум. Очень мне понравился вот этот яркий, насыщенный цвет. роза парад тоже от дождя опустил свои головки. Действительно, это еще одна мускусная роза. Заказывала, как Динки, но пришло ко мне что-то другое. Клемати Соленушка. В лесном уголочке поселилась у нас новая сова. Та, которая справа была уже, а слева это новое приобретение. Мне она показалась очень интересной. Продается в обе. Вид на садик из лесного уголочка. у нас на участке практически нет деревьев. Только в одном месте растут четыре березы, поэтому и называю это место лесной уголок. Деревьев-то больше нет. в жаркую погоду здесь хотя бы здесь есть тень. Можно немножко спрятаться. Ну и в бететке еще можно спрятаться. Там вообще в жару всегда прохладно. Пройдем по мостику и посмотрим на растения, которые расположены с северной стороны дома. Как-то в каком-то видео я говорила, что да, северная сторона дома и все подумали почему-то, что здесь глухая тень. На самом деле это не так. Тень здесь в основном в обед. И то получается тень ложится до дорожки. Вся остальная часть находится на полном солнце. Полное солнце здесь также с востока утром. Ну а с запада здесь вообще просто пекло. Особенно в жаркую погоду. Поэтому тенелюбивым растениям здесь не всегда приходится сладко. Только с помощью полива они чувствуют себя неплохо. Очень красивая в этом году раджерсия. Цветет первый раз у нас. Цветут остильбы, цветут хосты. потихонечку сейчас пройдусь вдоль дорожки. Пересаженные весной кустарники чувствуют себя надо сказать очень-очень по-разному. И многие еще до сих пор болеют. Всегда думала, что лорчатка очень неприхотливое растение, но казалось не совсем. Тяжеловато приживается. Но зато радуют шарики Golden Glob. Здесь осталась лилия, которую я во время пересадок как-то не заметила. Выкопала все, но оказалось, что не все. в этом году у меня очень много хост. Все благодаря моей подруге Ирине, которая в прошлом году уже ближе к осени привезла мне очень много саженцев. Ирочка, тебе большой привет и спасибо. Ну что ж, и на этом я заканчиваю свой обзор. Всем вам желаю новых садовых фантазий и новых красивых растений в саду.